А здесь такую красоту и смыли сердце, радовалось настроение. Граффити или реклама? Красный скандал разгорелся с новой силой. В Челябинске появились вскоре на гостевом маршруте. Картина «Расскажу я» Эльвира Хабизова. Фанаты «Сектора» покинули арену во время матча против автомобилиста. Что стало причиной акции, как имитируют ситуацию в клубе, расскажу я, Александр Захаров. Все в мире задают им вопрос, почему «Верблёнка»? А почему на лодке вдруг «Верблёнка»? Депутат ЗАГС Собрания отправится в кругосветку и намерен доплыть до французской Полинезии. Кто ему в этом поможет и когда путешественник вернётся, расскажу я, Андрей Михайлюк. Красочный скандал разгорелся в Челябинске. Неизвестные замазали фасад дома с граффити серой краской. И это на гостевом маршруте к саммитам Шоссе-Брикс. Кому больше серость по душе, чем яркие картины и восстановят ли граффити в запутанной истории, разбиралась Эльвира Хафизова. На спасение девушки с караваем бросили промышленных альпинистов в минусовую температуру. Под мокрым снегом они по сантиметру отмывают серую краску с фасада дома. Срок в сутки. Ведь уже ночью вода из пистолета просто замёрзнет. И тогда вернуть граффити будет невозможно. Ну вот, как вы видите, она уже начинает смываться. Сложность только в температуре. Потому что погода уже нам может не позволить. Если мы сегодня не успеем, то это может затянуться до весны. И ещё три дня назад фасад дома выглядел именно так. Девушка славянской внешности в японском костюме встречает гостей в центре города. Высота картины – четыре этажа. Трудились над ней девять дней и стратили около трёхсот баллончиков с краской. И всего за ночь неизвестные стёрли русскую красавицу. Большой резонанс пошёл именно в социальных сетях. В принципе, мы там никого не ищем. Просто пытаемся найти видеозаписи с камер. Картина в любом случае краски утратила. Если будет всё хорошо, в принципе, скорее всего, отреставрируем. Краски сгущаться возле граффити начали ещё месяц назад. Картину буквально отвоевали у предпринимателей. Этот дом по распоряжению мэрии включён в список гостевого маршрута. В рамках фестиваля граффити его должны украсить к саммитам Шоссе-Брикс. Но при условии, что жильцы не против. А судя по документам, они не против. Плохо, что смыли. Это такая красота была. Глаз радуется. У нас и так Челябинск серый, грязный. А здесь такую красоту и смыли. Сердце радовалось. К нам даже два раза приходили, и мы ставили свою подпись, что мы за. Не согласны с таким решением сотрудники рекламной компании. Они уверяют, заключили договор с жильцами на аренду фасада. Мэрия аренду приостановила и дала разрешение разрисовать стену. Но рекламисты сняли баннеры и подали в суд на чиновников. И пока работники ФМИДы не поставят точку в громком деле, трогать фасад запрещено, уверены бизнесмены. И заверяют, к инциденту не причастны. Вы знаете, я так скажу. Если бы мы красили, я бы это в обед сделал. При всех. И никто бы ничего не сделал. Просто не хочу эту тему комментировать. Кто там закрасил, это не наших рук дело. Но мы знаем, кто это сделал. На инцидент отреагировала и челябинская мэрия. Чиновники такого поворота событий просто не ожидали. Вред главой города Наталья Котова считает, на этом месте нужно запретить рекламу. Мое мнение, конечно, это неправильно, как они поступили. То есть не по-человечески. Поэтому здесь уже остается на совести тех людей, которые дали команду осуществить эти действия. На защиту граффити встали и тысячи южноуральцев. Посты в соцсетях разлетелись по всей стране. Оплатила восстановление фасада челябинка. Женщина перечислила порядка 150 тысяч рублей. Но пожелала остаться неизвестной. То, как обезличили фасад, вызывает гнев у местных жителей. Ведь граффити словно яркое пятно в сером городе. Уверены челябинцы. Город серый. Они пытаются его раскрасить. Причем раскрасить именно на гостевом маршруте. Еще раз повторяю, люди за это даже денег не хотят. А вот то, что произошло потом, когда, простите, это закрасили варварски совершенно, это показатель очень четких вещей. Знаете, по-русски это называется жлобство. Когда вот это мое не дам. Вы украсили здесь что-то? Я не дам вам цветы садить. Сейчас граффитисты с альпинистами всеми силами пытаются восстановить картину. Но первозданной краски девушка на фасаде, конечно же, потеряла. И если все-таки удастся смыть серость, то весной художники планируют полностью восстановить облик русской женщины с караваем в руках. Как символ гостеприимства. Эльвира Хафизова, Евгений Молчанов, ОТВ. Челябинские врачи буквально по косточкам собрали жительницу бокала, которая упала с высоты. Из окна четвертого этажа женщину якобы выбросили пьяные соседи. Ольга Хайрединова получила множественные переломы. Ее экстренно доставили в районную больницу садки и оказали срочную помощь. Затем отвезли в областной центр. Сейчас Ольгу Хайрединову перевели из реанимации в обычную палату. Тот страшный день. Она практически не помнит последние воспоминания. Сосед с двумя ножами и балкон на четвертом этаже. Ну вот я думала, что у меня нет таких вот сложностей, что я не переломана. Я думала, ушиб. Я даже и не поняла, что я улетела-то. А оказывается, у меня он скинул, что ли. Я вот ее щип. Я не помню ничего, понимаете. Очнулась в больнице садки в реанимации. Оттуда женщину вертолетом санавиации доставили в Челябинск. Врачам пришлось собирать ее буквально по крупицам, как конструктор. Доктора соединили кости таза. Операция была сложной и длилась шесть часов. Первым этапом при оказании помощи этой пациентки была выполнена фиксация таза аппаратом таз-бедро. Эта жизнеспасающая операция позволяет уменьшить и остановить объем кровотечения. Тем самым это лечение травматического шока, которое является причиной смертности у таких пациентов. Женщине вставили пластины в лучевую кость и в одну из ног. Врачи говорят, что она снова сможет ходить. С пациенткой уже начал заниматься тренер по лечебной физкультуре. Фанаты трактора устроили саботаж. Демонстративно ушли с матча с автомобилистом в знак протеста. Так болельщики выразили недовольство не игрой черно-белых, а политикой руководства клуба. И заявили, что бойкот будет бессрочным. Александр Захаров выслушал все стороны конфликта. Все подробности в материале. На пятой минуте встречи фанаты сектора демонстративно покидают трибуну. Примерно 100 человек. На выходе с арены руководитель службы по связям с общественностью информации трактора Елена Герасименко пытается остановить болельщиков и просит объяснить лидера фанатского сектора, что происходит. Объяснить все попозже обещает организатор акции протеста менеджер клуба «Трактор» по работе с болельщиками Артем Воробьев. В системе черно-белых он работает около пяти лет и получает зарплату. Но вот от комментариев СМИ Артем отказывается ссылаться на коллективное письмо от фанатов сектора А, которое было опубликовано на следующий день после демарша. В обращении говорится, что бойкот связан с недовольством руководства команды. За провал в сезоне активная часть болельщиков черно-белых просит отправить в отставку генерального директора клуба Бориса Витгофа и всех его менеджеров. И только после этого фанаты обещают вернуться на арену. На самом деле показательный уход Артема Воробьева в клубе связывается с несогласием с задачами нового руководителя. Протест начался еще в сентябре, когда от фанатов потребовали больше поддержки команды. Но в последнее время фан-зона выглядела слабо. Многие заметили преимущество фанатов автомобилиста 3 ноября. Наш гостевой фан-сектор был заполнен до предела. Было очень много атрибутики, было очень много флагов. Тогда, когда наш домашний сектор выглядел очень грустно. Там он был наполовину пустой, не было ни флагов, не было активного боления. Не было активного боления в воскресенье после организации демарша. Артем Воробьев был уволен из трактора по статье за несоответствие занимаемой должности. Хоккейные эксперты отмечают, бойкоты фанатов не редкость. В прошлом году болельщики ЦСКА были недовольны тем, что играют на одной площадке с принципиальным соперником, столичным Спартаком, и объявили бойкот. А также потребовали отставки президента Игоря Исмантовича. Но тогда в конце сезона красный-синий взяли Куба Гагарина. На ЦСКА раньше ходило 4 тысячи зрителей, даже на топ-матч. А начало ходить 11 тысяч зрителей, то люди поняли, что фанаты неправы. А если трактор благодаря юрдинам через 100 месяцев начнёт убеждать ЦСКА и ЦСКА, то мы поймём, что фанаты сейчас неправы. Одни уходят, другие остаются. И даже в такой сложной ситуации есть те, кто готов идти с любимым клубом до конца. Лариса Ждан вместе со своей семьёй и мужем и дочерью уже 5 лет болеет за чёрно-белых. И уверена, что сейчас поддержка клубу необходима как никогда. Да, команда сейчас не очень хорошая в ситуации, но они там находятся для того, чтобы их поддержать, чтобы завести всех остальных и дать им вот эту энергию, что, ребят, давайте поддержим, может быть, что-то и от нас может зависеть. Обращение болельщиков уже получил и президент клуба «Трактор» губернатор Алексей Тексер. Он, как и все фанаты, недоволен результатами. Для их улучшения по просьбе болельщиков и инициативе руководства клуба и был заменён тренер. Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон, выход в плей-офф и достижение там максимального результата никто не отменял. А работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач. Напомню, что «Трактор» сейчас занимает 12-е последнее место в Восточной конференции. Следующую игру «Черно-белые» проведут завтра. На домашнем льду примут «Йокерит». Начало игры в 19.00. Прямую трансляцию смотрите на канале ОТВ и на сайте 1обл.тв. Болеем за наших. Александр Захаров, Георгий Крысанков, ОТВ. 50 умников и умниц получили награды от губернатора Алексея Текстера. Южно-Уральские школьники стали призёрами на Всероссийской Олимпиаде. Какие предметы наиболее важны для области и что вундеркинды региона предложили губернатору? Знает Леонид Клеменчук? Соединение хрома 3+, могут обладать раздражающим действием при попадании на кожу. Но в очень больших количествах, а в малых количествах это необходимо всему живому микроэлементу. 11-классница Евгения Ястребова – химик с пелёнок. Ещё со 2-го класса девочка увлекалась естественными науками. Школьница не только может пересказать учебник, но и провести любой эксперимент без помощи учителя. Своими знаниями по химии она блеснула на Всероссийской Олимпиаде. Химия окружает нас везде и очень здорово объясняет для себя какие-то вещи бытовые, которые обычный обыватель не сможет объяснить с точки зрения науки. А я уже понимаю, почему так происходит, и жизнь становится совершенно другой, когда ты понимаешь то, чего не знают большинство людей. Большевики полностью отвергли долги прежней Российской империи и тем самым вызвали огромное количество недовольства в иностранных государствах. Ещё один вундеркин 77-го лицея – десятиклассник Андрей Киосов. Мальчик по контурным картам может показать, что происходило в любой точке мира и рассказать историю России без оглядки в учебник. Андрей выиграл Всероссийскую Олимпиаду школьников, но по истории. Больше всего я люблю эпоху 19-го века, но также мне нравится 17-й век. В 19-м веке творили многие великие русские художники, писатели. За высокие результаты на Всероссийской Олимпиаде школьников Андрей, Евгения и ещё около полусотни учащихся награждаются премией губернатора. Челябинская область участвует во всех 24 предметах Олимпиады и даже по тем дисциплинам, которые не входят в обязательную программу, например, в экономике и экологии. Экология – это вообще достаточно важная проблемная зона, в которой нужно серьёзно работать. И я очень рад, что наши школьники активно изучают этот предмет и уверен, что вместе с вами мы сможем сделать наш регион лучше. После вручения школьники могли не только сделать фотографию с губернатором, но и пообщаться на интересующие вопросы. Так, Евгения Ястребова предложила Алексею Текслеру развивать школьные проекты и использовать их в будущем. Губернатор вместе с министром образования области идею поддержал. Собрать активных ребят, сделать вообще какой-то совет молодёжный в этой части и продвигать эту идею. Хорошо. Договорились? Хорошо. Премии губернатора награждают одарённых школьников с 2006 года. За 13 лет её уже успели получить более 800 победителей Олимпиад. Леонид Клеменчук, Андрей Ярушев, Павел Головин, ОТВ. Под присмотром старшего южнуральские дети смогут ходить в одну школу или садик со своими братьями и сёстрами. Такое новшество внедрила Госдума, это должно помочь многодетным родителям. Раньше часто возникала ситуация, когда родители буквально разрывались, пытаясь отвезти своих детей в школы и детсады в разные части города. Теперь у образовательных учреждений есть обязанность преимущественно зачисления детей, которые являются братьями и сёстрами, проживают по одному адресу. Преимущественное право зачисления в школу и детский сад, который находится ближе к дому. Госдума приняла поправки в семейный кодекс и закон об образовании. По нему дети из одной семьи смогут ходить в ту школу или садик, где уже учатся их брат или сестра. Неожиданное решение и достойный выбор. Губернатор Челябинской области определился с кандидатурой уполномоченного по правам ребёнка. Кандидатуру Евгении Майоровой ещё должны согласовать с уполномоченным при президенте по правам ребёнка и утвердить депутаты законодательного собрания. Пока же Евгения Майорова, которая много лет возглавляет Совет движения помощи онкобольным детям Исхорка, готовится к новому этапу своей профессиональной деятельности. А сегодня она в студии программы «Есть вопрос». Через минуту, сразу после рекламы, смотрите в нашем выпуске. Челябинский волейбольный клуб «Динамо» показывает блестящий результат в чемпионате России. А семилетний школьник из южноуральской столицы рассказывает о своих талантах на всю страну. Я уже стал двукратным чемпионом мира. Подробности расскажу я, Ульяна Любимова, в обзоре спортивных событий. Страшная авария на трассе М-5. Есть ли пострадавшие, расскажу я, Елизавета Болдрева, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Решился и подал заявку на ипотеку. Моя семья достойна лучшего. Да-да-да! Как же здорово иметь собственное жилье! Ипотека легче, чем кажется! С 26 августа по 30 ноября 2019 года в Челенбанке акция. Ипотека по сниженным ставкам и без страховок. Реклама по Челенбанке. Криминальная полиция. Смотрите сегодня в 22.30 на ОТВ. Южноуральцы проголосовали за перенос автовокзала от Дворца спорта «Юность». Опрос проводился на сайте «Активный житель 74». В нем приняло участие более 2000 южноуральцев. Сколько за, а сколько выступили против, расскажу подробнее. Итак, большая часть горожан, а именно 72% проголосовали за перенос автовокзала. Почти 25% высказались против и просят оставить его в центре города. Остальные полагают, что такие решения должны принимать компетентные органы, точнее специалисты. Результаты опроса передадут в правительство региона. В соцсетях жители уже пишут Алексею Текстлеру пожелания и просят вернуться к старой схеме, которая существовала до 2011 года. А именно тогда пассажиропоток распределили между северными воротами на Свердловском тракте-1, станцией Южно, расположенной на Блюхера 45, и южными воротами у Сенегория. Не исключено, что найдут и другую площадку для вокзала на выезде в Екатеринбург или на Троицком тракте. Спасибо, Иван. Вокруг света за 270 дней. Обогнуть земной шар намерен депутат законодательного собрания вместе с двумя напарниками и добраться до французской Полинезии. В планах у яхсменов заложить капсулу с посланием на острове Кутузова. Сколько им предстоит проплыть, Андрей Михайлюк знает. Все в мире задают один вопрос, почему переблют? А почему на лодке вдруг переблют? Этот вопрос капитану яхты Челябинск Владимиру Горнову задавали на Карибских островах, Кейптауне и на острове Пасхи. Во время предыдущего путешествия в 2012 году экспедиция принесла флаг Российской Федерации, Челябинской области и Русского географического общества вокруг света. Спустя 7 лет команда челябинцев повторит не только свой кругосветный опыт, но и часть маршрута знаменитых российских мореплавателей Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева. На борту лодки будет всего три человека. Матрос-связист-переводчик, старший помощник и сам капитан. Депутат Законодательного собрания Владимир Горнов. Здесь ролевки нету, когда служим все по очереди. Надо наблюдать за состоянием моря, надо за навигацией. Нести полностью ответственность за все, что происходит вокруг. Во время путешествия в 30 тысяч морских миль южноуральцы проведут научные наблюдения для Русского географического общества. Проверят, насколько загрязнен Мировой океан, а также заложат капсулу с письмом в память о путешествии. Оно еще раз увидит свет, когда капитан яхты Челябинск впишет сюда дату и вновь уже запакует его на острове Кутузова, на острове Макема, по Калтурской коленезии. Южноуральцы начнут путешествие от острова Кипр 3 декабря и вернутся домой к осени следующего года. Депутат Владимир Горнов уже отпросился на время путешествия у областного парламента. Андрей Михалюк, Антон Шмаков, ОТВ. Музыкальный бренд Южного Урала. Так назвали Челябинский симфонический оркестр. Свой первый концерт, недавно созданный коллектив, дал на восьмом международном фестивале в Санкт-Петербурге. В северной столице Челябинский симфонический оркестр выступил с народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского. Денис Мацуев один из тех, кто лоббировал идею создания оркестра. И вот теперь есть возможность для потрясающей челябинской публики, которую я обожаю, с которой у нас уже долгоиграющий 25-летний, наверное, Роман уже сейчас, можно об этом говорить, возможность слушать великие симфонические произведения постоянно. Поддержать музыкантов приехал и Алексей Текстер. Губернатор отметил, что теперь оркестру необходимы новые площади для репетиций и выступлений. Я согласен и с тем, что не хватает концертных площадок. Ну вот, собственно, будем решать все эти проблемы постепенно, но решать обязательно будем. Область культурная, большое количество людей, которые этим увлекаются, я это вижу, чувствую, понимаю. Челябинский симфонический оркестр. Создали в этом году на базе оркестра «Классика». Кастинг в новый коллектив прошел летом. В нем приняли участие артисты со всей страны. В итоге в коллектив вошли 53 музыканта. Адаптировались к холоду, сыграли в дартс и погуляли по городу. Иностранные студенты из Африки, Китая и еще полусотни стран приехали в Челябинск на форум Уралфест. Как они привыкали к холодному Челябинску и что успели узнать, Леонид Клеменчук расскажет. Челябинск, еще увидимся! Студенты из Индии расстаются с Челябинском, но только на год. Они намерены приехать на следующий Уралфест. Три дня более 200 студентов-международников гостили в южноуральской столице. Увинду Видживира, студент из Шри-Ланки. В Челябинске он живет пятый год и учится на историка. Гостям Уралфеста он помогал адаптироваться в холодном Челябинске. Все объединили друг друга и нашли новые друзья, нашли новый опыт и нашли новые варианты, что можно делать, новый проект, придумали новые системы и впечатления очень хорошие. Основные проблемы для иностранцев – это трудоустройство и адаптация в чужой стране. Эти вопросы и поднимались на форуме. На базе ЮРГУ была подписана резолюция о создании Ассоциации иностранных студентов и выпускников Урала. Это очень важно, чтобы их голос был услышан. Таким образом мы выполняем и социальную функцию, потому что иностранный студент вдали от дома остается один на один сам с собой. Здесь очень важна поддержка земляков и самого университета. Новое сообщество поможет иностранным студентам преодолеть языковые барьеры и сделать проще обучение зарубежных гостей в России. В планах организовать следующий фестиваль еще более масштабным. Мы планируем, что он станет ежегодным, будет расширять свои масштабы, приходить к нам все будет большее количество университетов Урала, Сибири и будем еще дальше расширять географию. ЮРГУ – это многонациональный вуз. Здесь учатся более двух тысяч студентов из Африки, Ирака, Китая и многих других стран. Леонид Клеменчук, Евгений Чекалов, ОТВ. А челябинские школьники пока выбирают, кем стать. В этом году Полина Заборина заканчивает девятый класс. Пойти в колледж или продолжить учиться в школе она еще не определилась, как и с выбором будущей специальности. Девушка посетила город-профессии – выставку, где попробовала себя в роли телеведущей. Работы телеведущей конкретного опыта не было, но я снималась много раз в новостях и проговаривала некоторые сюжеты. Я счерпнула для себя очень много нового и очень много полезного узнала. Мне это очень пригодится в будущем. Выставка «Город-профессии» проходит в Челябинске. Более 10 тысяч школьников уже попробовали себя в роли будущих криминалистов и врачей. Искали отпечатки пальцев и накладывали швы на манекен человека. Здесь несколько зон. Зона здоровья, зона инженерии и промышленности, IT-технологии. Ребята могут попробовать себя в разных профессиях. Попробовать, потрогать, пощупать, посмотреть. Для будущих журналистов и телеведущих областной телеканал ОТВ организовал работу своей площадки уже в онлайн-режиме. Все желающие ребята могли попробовать себя в качестве телеведущего программы «Время новостей» на телеканале ОТВ. Мы запускаем конкурс. Для того, чтобы участвовать в нем, нужно всего лишь выложить видео свое с хэштегом «Смотри меня на ОТВ». Лучшие будут приглашены на экскурсию в медиахолдинг. Будущие журналисты сами попробуют себя в роли репортеров и снимут сюжеты с выставки. После выберут лучшие работы. Их покажут в эфире ОТВ и на сайте одинобл.ру. Победителям конкурса также устроят экскурсию по телекомпании. Они побывают в редакции и студии телевизионных проектов ОТВ. Константин Гришенков, Андрей Михайлюк, Олен Хачатуров, ОТВ. Южно-Райскую школьницу, спасшую жизнь двухлетнему ребенку, удостоили очередной награды. 11-летняя Лиза Маслакова из Садки получила медаль «Доблесть и отвага» от Следственного комитета России. В октавом зале второй школы Златоуста друзья, одноклассники, учителя и семья Лизы накануне школьницу наградил Алексей Текслер. А в начале ноября юную героиню отметили в Совете Федерации. Я шла с кинотеатра, шла по мосту, под мостом железнодорога, слышу, кто-то плачет, начал по сторонам смотреть, смотрю ребенок и тепловоз ехал. Я спустилась по Косогору, взяла ребенка и отошли ему в сторону. Школьница не может держать слез, признается. Очень хочет увидеть малыша. Педагоги говорят, Лиза скромничает. Она не только практически из-под локомотива выдернула ребенка, но потом еще километра несла его в поисках родителей. С удовольствием отметили, вручили такую хорошую, заслуженную награду. Тем более в присутствии ее одноклассников, детишек, для того, чтобы они видели, что место есть в подвигу всегда, где-то равнялись на нее. Не обязательно в подвиге, но во всем остальном хорошем. В школе номер два Лиза учится всего пару недель. Сюда она перевелась из садки и уже вступила в ряды кадетов. Школьница в будущем мечтает стать спасателем или военнослужащим. В декабре Лиза поедет в Москву. Руководство Росгвардии устроит девочке большой праздник с подарками и экскурсиями по столице. У нас на этом все. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере и ватсапе. Номера на экране. Сразу после выпуска Ульяна Любимова с главными спортивными новостями дня. А мы встретимся на УТВ в полночь. Если у вас имеются долги по кредитам, но нет возможности их оплачивать, мы поможем вам пройти процедуру банкротства и освободить себя от всех финансовых проблем. 277-88-46. Консультация бесплатна. Я Volkswagen Polo Connect. Меня легко найти, ведь я подскажу, где ты меня оставил. В приложении я расскажу о расходе топлива и своем техническом состоянии. Два платежа по кредиту за наш счет при покупке Volkswagen Polo у официального дилера Volkswagen автоцентр Керк. Подробности на сайте kerk.ru Volkswagen Комбат, батяня, батяня, комбат. Не, Аня, давай другое, это мне не нравится. Офицеры, россияне. Тоже не пойдет, давай другое. Подожди, почему ты выбираешь? Давай я буду говорить, давай другое. Ну праздник-то все-таки у меня. А что, есть день Димы? День мужчин. Включайте УТВ завтра, 7 до 9, будем просыпаться вместе. Давай что-нибудь из Агутина. Здравствуйте, это новости спорта в студии Ульяна Любимова. Челябинский волейбольный клуб «Динамо» показывает блестящий результат в чемпионате России. А 7-летний школьник из южноуральской столицы рассказывает о своих талантах на всю страну. В самом популярном детском шоу. Подробности прямо сейчас. А покажи бицуху-то. Похвастайся. Так, вот это да. Фантастика. На этих кадрах фрагмент шоу лучше всех. И гость Максима Галкина – 7-летний челябинец Семен Калистратов, который, несмотря на юный возраст, уже обладает солидными титулами. Я уже стал двукратным чемпионом мира. Мальчик из Челябинска не только успешно выступает в международных соревнованиях по детскому фитнесу, но и является победителем российских состязаний по спортивной гимнастике и первенства Челябинска по шахматам. Юный гимнаст рассказывает Галкину, что хочет стать пятикратным олимпийским чемпионом, а потом перейти в футбол и занять место вратаря. Ученик тренера Ивана Новикова блестяще выполняет упражнения в четырех видах гимнастической программы, заслуживает аплодисменты зрителей, одобрение четырехкратного чемпиона олимпийских игр Алексея Немова и становится победителем шоу «Лучше всех». Семен Калистратов! Лучше всех! А хоккеем? Завтра трактор примет на своем льду финский «Юкерит». Команда из Хельсинки после 26 игр с 30 очками находится на восьмом месте западной конференции. Черно-белые, набравшие в 30 играх 22 очка, замыкают турнирную таблицу «Востока». Это первая встреча команд в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущих доминировал состав из столицы Финляндии, одержавший 8 побед в 9 матчах. Единственный раз «Чрябинцы» взяли верх над «Юкеритом» в октябре 2015 года со счетом 5-3. Очередное рандеву состоится во вторник, 19 ноября на арене имени Валерия Белоусова. Начало в 7 часов вечера. Восемь игр и ни одного поражения. После завершения второго тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги А наш Челябинский клуб на первом месте в турнирной таблице. У спортсменов 8 побед, 24 очка и почти все встречи окончены со счетом 3-0. Подробности у Валерия Киченко. Второй тур чемпионата России среди команд высшей лиги клуб «Динамо Челябинск» провел дома. С 14 по 17 ноября волейболисты вышли на паркет против локомотива из Новосибирска и университета из Барнаула. В каждое из четырех игр челябинцы одерживали уверенные победы со счетом 3-0. На трибунах в день открытия волейбольного сезона присутствует и министр спорта региона Леонид Одер. Я всегда с огромным удовольствием хожу на волейбол, особенно на мужской волейбол, на нашу команду. В этом чемпионате уже туровая система. Есть возможность посмотреть две команды из Челябинской области. Челябинск-Динамо и Магнитка, которая тоже сейчас играет в высшей лиге А. Победная серия «Динамо» в чемпионате России составляет 8 матчей. Причем 7 поединков южноуральская мужская волейбольная команда выиграла сухим счетом 3-0 и еще один со счетом 3-1. В результате у Челябинского «Динамо» сейчас 24 очка и первое место в турнирной таблице. Мы будем стараться побеждать в каждой игре. Если будем побеждать, результат придет. Следующий тур Челябинской «Динамо» проведет на выезде в Магнитогорске с 5 по 8 декабря. О единоборствах. Южноуральские дзюдоисты Денис Ярцев и Кирилл Денисов завоевали серебро Лиги чемпионов в составе клуба «Явара Нева» из Санкт-Петербурга. В Португалии участвовали 8 сильнейших команд Европы. «Явара Нева» одолела команды из Румынии и Франции, а в решающей встрече, как и год назад, уступила португальскому спортингу со счетом 2-3. А кубок за второе место из рук президента Европейского Союза дзюдо Сергея Соловейчика получил капитан команды, двукратный чемпион Европы, обладатель пяти медалей чемпионатов мира Кирилл Денисов. А я добавлю, что директором клуба из города на Неве является известный черябинский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Виталий Макаров. Этим ребятам еще по 9-10 лет, а в глазах уже считается спортивная злость и желание победить. Егор Попов занимается тайским боксом всего несколько месяцев, и для него эти старты – возможность впервые проявить себя. Я не умел бить коленами, я привык только по голове бить. Просто я не привык, я первый раз на тайском боксе не думал, что он будет бить коленями. Я надеялся локтями бить только. 150 спортсменов от 12 лет и старше в эти выходные выше на черябинский ринг. Набраться опыта. Ребята помладше – проверить вне регламента свой характер на стрессоустойчивость. Александр Глаголев – уже бронзовый призер первенства России. У спортсмена есть свой секрет успеха. Самое главное – не волноваться. Перед боем еще не проиграть морально, не перегореть. Когда волнуется человек…